Они знают где покупать. Сеть комиссионных магазинов Титан для всех и каждых. В эфире проект Место происшествия и мы продолжаем. В Кировской области раскрыли двойное убийство, замаскированное под гибель на пожаре. Преступление произошло в марте в Даровском районе. Там после пожара в доме были найдены тела престарелой женщины и ее сына. Все подробности в рубрике «Сводка». В Даровском районе расследуют двойное убийство. 25 марта двое пьяных приятелей пришли в гости к своим односельчанам. Они решили обокрасть хозяев, 55-летнего мужчину и его пожилую мать, которые в тот момент спали пьяные. Мужчины вынесли имущество, в том числе две банковские карты, телевизор и бензотриммер. Чтобы скрыть следы преступления, один из непрошенных гостей зажигалкой поджег в доме обои, после чего скрылся. Огонь быстро распространился по дому. В результате пожара хозяин и его 78-летняя мать скончались. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Подозреваемого арестовали. Также устанавливается причастность к преступлению его приятеля. Расследование продолжается. Спасенного 4-летнего Матвея Лоскутова вечером 19 мая на вертолете доставили в детскую областную больницу. У мальчика переохлаждение, царапины от веток, укусы комаров. Медики сняли с малыша 4 клеща. Были изъяты фельдшером 4 клеща. Клещи доставлены. Больше клещей мы не нашли. Поэтому ребенку будет введен сегодня профилактический противоклещевой иммуноглобулин. Потому что мы не знаем, с чем мы имеем на сегодняшний день дело. И профилактически будет назначена терапия антибактериальная. Напомним, Матвей Лоскутов пропал в деревне Якино-Лебяжского района. Мальчик ушел из дома вечером 17 мая. Ребенка искали с воздуха и под водой. В поисках принимали участие почти 200 человек. Матвей провел в лесу почти двое суток. Благодаря слаженным усилиям сотрудников всех правоохранительных органов, волонтеров и местных жителей, 19 мая ребенок был найден в полутора километрах от места пропажи. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователям регионального следственного комитета будут установлены обстоятельства произошедшего и причины случившегося. Сейчас следователи выясняют, по какой причине пропал ребенок. Известно, что в 2019 году мать Матвея уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья была поставлена на учет в ПДН. Вот так утилизируются в прибрежной зоне вятки отходы класса Б. А именно пробирки с анализами крови, мочи, кала, перчатки использованные, бахилы. И это все радостно и быстро утекает в речку, в нашу вятку. У прибрежья вятки нашли выброшенные медицинские отходы, использованные пробирки с анализами и различные средства защиты. Часть мусора плавала в речной воде, а некоторые пробирки и вовсе были расколоты. Очевидцы сообщают, что в 30-40 метрах от находки рыбачили и отдыхали другие люди. После того, как это видео и фотографии появились в соцсетях, прокуратура начала проводить проверку. В прокуратуре отметили, что при выявлении нарушений закона будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области. В Кирово-Чепецке рядом с домом внезапно образовался фонтан. В ходе гидравлических испытаний на улице Сосновой прорвало трубу, пишет портал Чепецк.ру. Мощная струя воды залила дом. Жильцам на четвертом этаже повезло меньше всего. За время действия струя воды основательно затопила комнату. Алина Котрихова, место происшествия. КОНЕЦ